Продолжение следует... Дополнительных изменений по сравнению с традиционными нашими встречами, потому что мы будем говорить не только о человеке, но будем еще и говорить о большом проекте, который ассоциируется с этим человеком. 4 декабря в Новосибирске стартует очередной рождественский фестиваль культуры. Это очень большое событие, в котором и музыкальная программа, и театральная, на равных представлены уникальные возможности, я думаю, не только для Новосибирска, а вообще для всех регионов, а может быть для всей страны, увидеть в таком сконцентрированном виде в течение двух недель практически все, чем жила страна за два года. Это невероятно. И Татьяна Николаевна, я надеюсь, сегодня расскажет о том, что все эти проекты, которые приедут в Новосибирск, они, конечно, мало похожи на реализуемые. Я хотел бы, ну, они очень трудные, правда, технологически очень сложные. По традиции мне хотелось бы стартовать намного раньше, конечно, чем этот фестиваль, чем театр «Глобус», и вообще начать с самых истоков. Но, тем не менее, идея будет ровно такая же. Татьяна Николаевна, мне кажется, вот это такая магистраль. Что-то делать такое, чего, кажется, сделать невозможно. И, как знать, может быть, это выбор образования, может быть, это английский язык и администрирование культурных проектов. Вот эти два направления, которые Татьяна Николаевна на практике использует. Может быть, это опыт в закрытые еще годы, в такие времена, когда за миром наблюдал у нас Синкевич, а мы только пересматривали из его впечатлений эти проекты, и только так узнавали о правде мира. Татьяна Николаевна тогда уже знала мир хорошо. И мне кажется, что благодаря вот этой первой работе, первому образованию, благодаря тому, что не просто человек хорошо учился, но и навел мосты еще в те далекие годы с дальними заграницей, Это и определило отношение ко всем будущим проектам. Потому что когда ты напрямую, первыми, из первых уст, что называется, своими руками трогаешь, смотришь, видишь реализованные огромные проекты, которыми славятся разные страны, в том числе относительно дальнего зарубежья, Которому мы потихонечку тогда уже могли прикасаться, складывается внутри картинка, что все возможно. Расскажите об этом первом этапе. Обычно даже вот в биографии этого этапа у вас нет почему. Мне очень понравилась ваша фраза, Антон, когда мы видели мир глазами Синкевича. Да, Юрий Синкевич, конечно, многое нам открыл в этом мире. И примерно в это же самое время я начала смотреть на мир глазами, ушами, сердцем, душой своего супруга Алексея Анатольевича Людмилина, который в то время работал главным дирижером театра оперы и балета. Был человеком необычайно творческим. В некотором уже поколении его дед когда-то открывал консерваторию в Киеве, был первым ректором консерватории. Мама его была ведущей мэтса сопрано Екатеринбург, Свердловской оперы. Папа главный дирижер Свердловской оперы и затем главный дирижер Перми. В Перми даже есть улица имени Людмилина. И я всегда шучу и говорю, что единственный человек нормальный в их роду, в их семье, это старший брат супруга, который по какой-то вообще необычайной случайности оказался главным технологом Уралпромстальконструкции. Совсем не музыкант. Вообще не оттуда. Поэтому это какая-то такая случайность, которая вот совершенно необычна для этой фамилии. Поэтому, да, действительно, в то время, когда Болгария была страшно далекой заграницей, мы были в Египте, мы были в Венесуэле, мы были в Испании, мы были где-то еще. И были мы там не туристами, а супруг был во все эти страны приглашен в ведущие оперные театры. Он там ставил спектакли, дирижировал симфоническими оркестрами. Я помню поездку в Макао, когда предложили поехать в Макао, вообще так, не то что государство, слова такого никто не знал в том Советском Союзе. И прежде чем что-то начинать готовить эту поездку, я долго вообще выясняла, что это такое, где это, как это. Теперь я, ну теперь уже, наверное, подзабыла, но вообще в то время я знала о Макао все. И я впервые видела страну, которая, а до этого мы были в Португалии, в Лиссабоне, и я впервые видела страну, которая является вот в масштабе один, наверное, город, точнее не страну, город, который в масштабе, наверное, 1 к 50, 1 к 100 точно совершенно повторяет большие столичные европейские города. В частности, это был Лиссабон. Поэтому много что было. Вот когда ты живешь в этом мире, и когда ты его воспринимаешь не как что-то выдающееся, уникальное, а как естественное, само собой разумеющееся, то ты перестаешь ассоциировать себя как человека какого-то вот бывшего там вот в то время, когда этого не было. Нет, к этому совершенно нормальное отношение, и я просто знаю, что в то время пребывание вот в таком качестве в тех местах, о которых вы говорите, это колоссальный большой личный труд, когда кажется, что человек ездит на гастроли, ну это теперь все просто, сел, поехал, тогда это было чрезвычайно сложно, необыкновенно, и это был колоссальный труд 24 часа в сутки без отдыха эмоционального, с отдыхом физическим, но без отдыха эмоционального, без отдыха мысленного, без отключения, потому что для того, чтобы встать и продирижировать двухчасовым спектаклем, нужно к этому чрезвычайно долго готовиться не только профессионально, не только физически, не только собственно вот делая свое дело, но еще и очень долго эмоционально готовиться, и когда человек выходит после спектакля, продирижировав его, или после симфонического концерта, и кажется, что как бы, ну вот закончилось и закончилось, ничего не закончилось, все еще только начинается, это не отпускает до 4-5 утра, и когда я сейчас смотрю спектакли в театре «Старый дом» и вижу актера Анатолия Григорьева, я все время спрашиваю у своей коллеги Антонина Гриявчева, я говорю, слушай, как он в этом мире живет, вот я вижу его необычайно тонкую, израненную, поддающуюся всему, что только может быть в этой жизни душу, он не живет теми параметрами, которыми живем мы, у него совершенно другое внутреннее состояние, и я понимаю, как его растаскивает внутри, потому что я через это прошла, я жила 30 лет с человеком с точно такой же воздушной внутренней органикой. Как здорово, что вы Анатолия Григорьева вспомнили, он будет героем январской нашей встречи. Вот видите, я всегда с удовольствием смотрю спектакли с его участием, и я вот прямо чувствую его, я не хочу сказать, нет, она не израненная, а она очень подвижная и тревожная душа. Вообще, на мой взгляд, чем талантливее человек творческий, мы другие все, мы вообще не такие, они не такие, как мы, не мы, нет, мы все нормальные, они не такие, как мы. Человек, чем талантливее и творческий, тем мятежнее его душа, тем он в более сложных отношениях с этим миром живет, с нашим миром. Потому что, вот я еще раз повторю, чем талантливее, тем тяжелее, тем больше конфликтов внутренних с этим миром. Они все чувствуют по-другому. И, ну, я точно знаю, что не так, как мы. Вы чем-то жертвовали, вам было больно входить в семью, в которой, ну, в общем, практически все ее члены, это какие-то выдающиеся люди. Я даже не осознавала, куда я вхожу. Как в пантеон. И с каким человеком связываю свою жизнь, вот вообще не осознавала. И когда все это уже вот как бы вошло в такое постоянство, в константу, когда мы уже поняли, что это вот как-то прямо навсегда. Я гораздо позже начала понимать все это. Совсем не сразу. Я начала это понимать спустя, наверное, ну, не знаю, ну, даже и не 5, и не 6 лет, а гораздо позже. А для того, чтобы это принимать вообще во всех этих проявлениях, ну, я не знаю, наверное, последние лет 10-15 только. Когда вообще безоговорочно. Вот когда как бы, ну, что называется, жизнь за родину отдашь, вот так и это. Когда ты понимаешь, что вот только так этот человек живет, видит, слышит, понимает. И либо ты будешь точно так же, либо ничего не будет. Ну, мне кажется, вы много раз проходили такое вот испытание. И в оперном театре того времени, и в театре «Глобус», когда им руководила Мария Ревекина. Это была устоявшаяся система, в которой главным человеком был очень авторитарный директор и там, и там. И последнее, первое и вообще любое слово было за директором. А вы были заместителем. Мне кажется, это очень трудный путь. Вот обеспечить тылы такому авторитарному, безоговорочному, безвариантному человеку. Что там, что здесь. Трудный путь прийти после него. Обеспечить тылы не так сложно. Ты просто умеешь делать свое дело, ты делаешь его профессионально. Сложно прийти после очень известного, уважаемого, авторитарного, правильно вы сказали, авторитарного профессионала. Тогда не было слова «менеджер», тогда не было слова «продюсер», тогда руководитель, директор. Вот это сложно. И пройти путь собственного профессионального становления, пройти путь, чтобы с тобой начали считаться, чтобы тебя перестали сравнивать, чтобы тебя воспринимали именно тобой уже, а не человеком сравнительно с другим. Но это надо, да, это надо силой. Может быть, кто-то не помнит или не знает, но Мария Ивсемна действительно все боялись. Конечно, очень любили. Она была безоговорочным лидером, но ее очень боялись. Весь коллектив, а боюсь соврать, в «Глобусе» тогда было около четырех. Ну, что-то дальше. Ну, пятьсот не было, там за пятьсот. И вот получился такой некий контраст. Наверняка вы знаете, как поначалу, по крайней мере, вас называли, как Мария Ивсемна называли. И могу я раскрыть вот такую тайну? Коллектив, когда сменился директор, и наш сегодняшний герой стал директором после лет заместительства, они говорили за глаза, конечно, «тетя Таня», «наша тетя Таня». И это было как-то вот так очень нежно и ласково, и контрастировало с тем отношением, которым даже за глаза рассказывали про мои семьи. Вы как к этому относились? Я сейчас впервые услышала. Но, знаете, вот мне никогда не хотелось быть авторитарным руководителем, и никогда не хотелось быть руководителем, мнение которого есть мнение в последней инстанции. Это вообще не сразу приходит, вообще не сразу. Пока ты научишься в мыслях, даже не внешне, а в мыслях, воспринимать мнение другого человека, и пока ты научишься принимать его, и когда ты сам себе сделаешь уложение в голове, что есть не только твое мнение, и твое мнение вообще не всегда очевидно, но это надо пройти какой-то период такой личный, личного принятия вот этой мысли. И, ну вот сейчас я уже вообще, чем моложе сотрудник, тем я больше стараюсь ему доверять, тем я даю ему больше карт-бланш, и тем больше мне хочется, чтобы он имел свое собственное мнение. Вот мне вообще ничего не стоит сказать, да, я не права, давайте сделаем так, как вы считаете нужным. Но это, конечно, риск для них, потому что я иногда... Они будут отвечать потом? Ну, никто, конечно, кроме директора никогда не отвечает, но тем не менее, они, да, начинают, когда что-то говорим и обсуждаем, они начинают понимать, что я легко могу отдать ответственность вообще без проблем. Ну, а потом уже надо, да, доказывать, что ты был прав. Тут кроется очень большая сложность в управлении таким коллективом, как гигантский театр масштаба «Глобуса», ну, или «Новато», тогдашнего оперного театра, потому что обычно линейно по количеству сотрудников такие театры сравнивают с заводом. Но завод – это, так сказать, монологически устроенное предприятие. Есть инженерно-технический состав, есть там бухгалтерский, ну, в принципе, все работают на один результат. Если посмотреть на цеха театра, то выяснится, что это и машиностроительное оборудование, это и автотранспортный цех тогда он был, по крайней мере, не знаю, как сейчас, в театре «Глобус». Это и огромная сфера питания, внутренняя столовая, внешняя столовая, бутафоры, там, те, кто делает декорации, свои гигантский типографский цех, да, вот, вообще издательство очень большое в «Глобусе». Ну, в общем, все эти направления вроде бы к творческим, ну, можно, конечно, отнести, но не напрямую. Там очень много технологических людей, таких инженеров. Обеспечительные функции. Это с одной стороны. С другой стороны, малоуправляемый, как мы все представляем себе, вот этих творческих гениев, режиссеры, постановщики, хореографы. А вы знаете, что «Глобус» и изначально, когда еще был «Тюзом», это один из лидеров, может быть, это первый театр, в котором на равных практически существовали разные виды искусств, да и юры, которых там не должно быть. Ну, музыкальное искусство должно быть в мускомедии, в нынешнем музыкальном театре или в Навате, в тогдашнем театре оперы и балета. А в «Глобусе» и даже раньше в «Тюзе», когда он еще был в доме Ленина, уже тогда огромное количество около мюзикальных таких, мюзикльных постановок уже было. Музыкальные спектакли. Музыкальные спектакли. Это было прям нормой и естеством. Так вот это совершенно другая линия, которая еще сложнее управлять. Но самое сложное, это управлять этими двумя линиями сразу. Технологическими, у которых сроки, там деньги, поставки. Вот сейчас привозят по три фуры декорации на один спектакль. Привозят, как вы знаете, наверное, тонны воды, тонны снега. Сена. Господи, снега, сена. Ну, в общем, это невероятные какие-то технологические передвижения. И их тоже нужно решить. Но, с другой стороны, творческие проблемы, и это тоже в какой-то степени решать директору. Подписываемся мы под этим названием, которое выбрал главный режиссер или приглашенный режиссер. Или все-таки не будем рисковать. Вы когда поняли, что готовы и там, и здесь существовать в равной степени эффективно? Я даже не знаю, когда я это поняла. Я просто точно знаю, что когда ты принимаешь решение сегодня о выпуске какого-то... Все-таки у нас все подчинено творчеству. Мы занимаемся обеспечительной деятельностью творческого направления. Выпуска спектаклей и их эксплуатации. Когда ты сегодня принимаешь решение о выпуске спектакля, это значит, что ты смотришь на перспективу там, ну, как минимум, годичной, двухгодичной... Касса! Госзадание! Дальность, да. Ну, госзадание это да, но мы же все прекрасно понимаем, что сегодня нет системы художественного руководителя. Она есть, но это не наша история театра, который вот все узурпировал, который сидит 28 лет, ставит один спектакль в сезон, видит какие-то свои исключительно только ему знакомые творческие тенденции развития и функции, вообще состояние театра. Сегодня все по-другому. Сегодня мы открыты для самых разных режиссеров, разных школ, направлений, видения, внутреннего своего понимания, позиции гражданской, что сейчас тоже очень модно и актуально. И когда ты начинаешь переговоры, все так красиво рассказывают, все так прекрасно все представляют, все со всем соглашаются, все замечательно. Но как только ты приходишь к подписанию контракта, так начинаются некие нюансы, которые длятся еще очень долго до выпуска спектакля. Я вообще считаю, что настоящий профессиональный режиссер никогда не пойдет ни на какой компромисс ни с кем. Вот он видит спектакль так, и он никогда не будет ничего менять. Мы всегда боремся со временем, с продолжительностью спектакля. Потому что сейчас очень модно ставить спектакли 3-3,5. Вот некоторые сейчас 6 часов поставили спектакль в Новосибирске. Я всегда говорю, что вы настолько талантливы, вы так щедро делитесь своим талантом со зрителем, что не думаете вообще о тайминге внутреннем. Потому что существует вообще физиология. Невозможно сидеть дольше полутора часов. Вот невозможно больше полутора часов смотреть действие одно. Невозможно полтора часа держать динамику. Невозможно развивать действие спектакля. А если еще это не один акт, а несколько, ну это вообще немыслимо. Это всегда идет такая история, когда что-то немножко динамика провисает. Потом она опять поднимается. Это очень сложно после того, как немножко провисает, потерян интерес немножко. Очень сложно. Практически невозможно это все поднять. Это невозможно практически. Поэтому это очень непростая история. Но я всегда говорю, я за творцов. Если я приняла решение, что этот человек будет ставить спектакль, то... Кардбланш. Да, практически. Ну мы всегда оговариваем, не должно быть того, другого, третьего. Сейчас не должно быть животных, не должно быть каких-то естественных растений. Модно деревья настоящие ставить на сцене, каких-то аквариумов настоящих там на несколько тонн. Это мы проговариваем вначале. Мы тоже ограничены какими-то законодательными историями. Это все да. Но потом тоже может много начинаться. А бывает все наоборот. Бывает, что ты как-то сложно с осторожностью идешь на переговоры. Составление графика выпуска новых спектаклей, премьер, это вообще шахматная история. Все нужно совместить. Нужно совместить жанры, нужно совместить занятость актеров, нужно совместить возрастной ценз, что для нас. Нужно совместить разные стили. В общем, очень много составляющих. И все это должно быть в один короткий отрезок времени, ну, 8-9 месяцев. А бывают совершенно противоположные случаи, когда ты как-то не очень доверительно идешь, а потом получается очень прекрасный, востребованный зрителем, интересный спектакль, который хорошо проходит. Его приглашают на фестиваль, он везде ездит. И о нем узнают в России. И это поднимает статус театра, это поднимает собственную значимость актера в собственных глазах. То есть если мы приглашаем... Я всегда говорю, мы с ним уже, наверное, лет 15-17 работаем, если не больше, да, с Алексеем Крикливым. И я ему всегда говорю, что, понимаешь, мы отвечаем, мы их приглашаем в театр, мы отвечаем за их дальнейшую творческую судьбу. Вот как ты определишь, кто из них что будет играть, так они и состоятся. Если ты будешь видеть их рост, постоянно будешь их вести, что-то там давать им от роли к роли, то они будут расти, состояться, и они станут настоящими творческими личностями. А если ты берешь 20 лет, сразу отдаешь им главные роли во всех классических произведениях большой сцены, они все сыграют к 24-м годам, а потом они начинают играть животным. Но это так есть, это не исключение, это так бывает. А бывает фактура актера, который приходит играть, он играет зайца, волка, что там еще, ежиков, и прекрасно это делает. Мальчиков в Денискиных рассказах, пионеров, прекрасно это делает. А потом совершенно незаметно, ему становится 35 лет, и ему вообще нечего играть. Вообще нечего. И ему нужно переждать вот этот период, когда он превратится из мальчика, но уже во взрослого мужчину, когда ему снова будут роли. Знаете, и вот это чрезвычайно сложно. Или уйти вовремя из театра. А куда он пойдет? Как бывало с актерами. Они ничего больше же никто не умеет, они учатся этому. Вот, ну как, это очень такая профессия, которая, я бы даже сказала, жестокая. Мы всю жизнь в творчестве, мы всю жизнь в театрах. Нас сейчас вот выбросит из театра, а мы как бы при делах, мы делаем вот такие дела, там театры, фестивали, что-то еще. А штучная профессия, дирижер в Новосибирске, что ему делать? Если у него нет своего театра, все, он теряет профессию. Понимаете? Точно так же и актер. Ну, можно ходить там из театра в театр, что-то еще. Но если у тебя такая врожденная фактура, ты хоть куда иди? Я намекал на молодого Виктора Ивановича Буланкина, который был гамлетом, животного мира. Да, Виктор Иванович, только что мы с ним 10 минут назад расстались. В течение первых там 50-10 лет его карьеры он работал в Кюзе. 14 лет он мне сегодня сказал. А потом, вот как раз, когда ему исполнилось 30, вот он ушел дальше. Не у всех так. Своё плавание. Фактура Виктора Ивановича позволяла ему гораздо дольше играть в театре, и совсем даже не ёжиков. А есть совершенно другие фактуры, которые вот очень сильно зависят от этого. И поэтому это очень непростая история. Очень. Но мне кажется, что вот во всяком случае в нашем театре актеры с мужчинами всегда вообще сложно. А нет, ну вот... И в жизни, и в театре. Ну в жизни легче, в театре сложнее. Ну это какие-то такие личные, субъективные факторы. Уходит один, уходит другой. Ну вот как-то так складывается. Вот только что совсем не стало. Лаврентия Салрокина. Это необычайная потеря. Просто необычайная. На него приезжали режиссеры ставить спектакли. И эти спектакли с огромным успехом шли. А его харимов шоу? Вот всё. Человек лег спать, его утром не стало. Новые вводы. Ну, беда, безусловно. Но сейчас вот те, кому, например, 35-37, они выходят в заместительную позицию вот этих героев. И они начинают репетировать. И очень много вводов у нас. Я сейчас секунду закончу. У нас достаточно немало актрис немолодого возраста, скажем так. И, ну, они тоже проходили разные временные периоды в ожидании своей роли. И, конечно, у актрисы, которая сегодня уже там за 60, не может быть 24 спектакля в месяц. Но у них есть свои ключевые такие вот знаковые роли, которые они очень достойно исполняют. И они, конечно, вот прямо не украшения, а достоинства нашего театра. Вот прямо достоинства. Я еще хотел о рисках спросить, связанных с разными набирающими популярность режиссерами. Как-то вот мне кажется удивительно, и это здорово, конечно, что театр «Глобус» практически, там один или два случая были, насколько я помню, но не очень такие категорические, когда это прилетало бумерангом. Но вот в программе этого рождественского фестиваля заявлен, скажем, Черняков, встреча с Черняковым. Конечно, когда он ставил первые свои спектакли в «Красном факеле», в оперном театре, они, ну, понятно было, что они по-другому разлиты как-то, это совершенно другие спектакли. Он такой развощокий, смешной, какой-то весь неловкий, сейчас-то он лицо с обложки. Но это были риски, большие риски для оперного театра как минимум. Для оперного же театра, конечно, был большим риском, и он стоил место директору тогдашнему оперного театра Борису Мездоровичу, это сотрудничество с Тимофеем Кулябином. Вот как-то «Глобус», мне кажется, обошел эту опасную сторону. Да, по большому счету. Конечно, у нас не было таких больших скандальных историй. Для того, чтобы это состоялось, но это, он лучше знает, наверное, 26-27 лет нашей дружбы. И вот эта вот постоянная поддержка отношений, она привела к тому, что Новосибирск сегодня является единственным городом, куда он приедет на встречу. Он их вообще не практикует, ему это совершенно не надо. Просто мы с ним давно не... Ну, мы с ним встречались в ноябре прошлого года в Москве. И, ну, вот как-то сошлись, что он давно не был в Новосибирске. Год. Год мы обсуждали возможность. Мы объявили все мастер-классы, все программы, всех участников. И я держала эту информацию, вообще никому ничего не говорила. И он сейчас выпускал «Электро» в Гамбурге. Выпустил он ее 28 ноября. Я понимала, что выпуск – это сумасшествие, ни один нормальный человек этого не выдержит. Я некоторым режиссерам говорю, вы так переживаете, вы так болеете, вы так страдаете на выпуске. Ну, надо, наверное, как-то поменять профессию, потому что, ну, немыслимо... Это перебор. Ну, конечно, но нельзя в профессии так страдать. Ну, есть режиссеры, которые выпускают спектакли через скандал. Есть, которые выпускают через страдания. Есть, которые выпускают через какие-то еще моменты. А есть режиссеры, к которым относится Черняков, которые выпускают спектакли через перфекционизм. Я, когда он мне выслал фотографии, уже спектакля премьерного, я когда посмотрела, я ему написала, Это немыслимо. Декорация, например, вот книжный шкаф, вот как сейчас мы видим, то есть 28 обложек книг настоящих, они стоят так, между ними стоит вензель какой-то, между ними там на третьей полочке стоит фотография в рамочке. И только так? Под каким-то определенным углом, там стоит какая-то еще, я не знаю, бутоньерочка. Только так и не иначе. Когда он выпускал спектакль Евгения Онегина в Большом театре, я приехала, его посмотрела, там есть такое понятие «чистая перемена» в театре. Когда закрывается занавес в оперном театре, идет музыка, и на закрытом занавесе все-все-все быстро меняется, и открывается другая совершенно картина. Уже все, другое действие, другая картина, другой визуальный ряд. И Ларинский бал, по-моему, да, нет, не Ларинский, да, Ларинский бал, но это невообразимое что-то, там огромный стол, посуда, что-то они там делают, там все, яблоки какие-то, ну, это вообще. И вдруг за две минуты открывается занавес, там уже вообще все другое, там уже поля, например. И я потом у него спросила, говорю, а как, как все это сделали, это невозможно? Он говорит, что он три дня репетировали. Миманс все это делает, три дня, три дня репетировать, чтобы ничего не звякнуло, ничего не стукнуло, ничего не разбилось, чтобы все было синхронно, с точностью до секунды. Вот он выпускает спектакли вот так именно, перфекционно. Да, и он, я уже сказала себе, что ну все, да, не будет. А хотя я уже придумала вот это Christmas Public Talk, название, что-то еще, я уже как-то сложилась у меня все. Ну мы, ну все, нет, поздравлялась, он мне написал там фотографии, выслал, я его поздравила с премьерой, все, ладно. И вдруг он мне пишет, я прилетел в Москву, еду из Шереметьево, получится ли прилететь? Я выбрал дни, вот что и как. В одну ночь мы все решили, я вызвала утром дизайнера и редактора, сказала, что вам секретное задание, они сделали, им надо дать должное, никто ничего не знал, они сделали афишу, сделали текст. Я пригласила четырех человек, которые веерно распространили информацию. Я первая выложила ее в Фейсбуке, да, это было вчера, где-то часа в три, наверное, дня. Сегодня в 11 я написала в Фейсбуке, регистрация закрыта, мест нет. Но мне кажется, что мы не ищем, конечно, в жизни легких путей. Но это не мой личный праздник, это событие для Новосибирска, это я-то с ним и в Москве увижусь, я-то с ним и, ну, в конце концов, слетаю куда-нибудь на спектакль, посмотрю. А мне кажется, что когда ты делаешь вот такие проекты, вот для тебя лично это кураж, и в то же время вызов самому себе, потому что ни один город России больше не может это сделать. А в Новосибирске это есть. И мне от этого хорошо. Про вызовы. Для вас назначение, потом возвращение, я имею в виду, назначение руководителем филармонии, это был тоже вызов наверняка. И с одной стороны, все совершенно оправданно и логично, и место замы в оперном театре, и сама семья, фамилия, которая предопределяет эту музыкальную составляющую. Но для большинства, мне кажется, людей, которые как-то вас знали, все-таки всегда вас ассоциировали с театральным направлением. В общем, многие были удивлены. Вот сейчас, по прошествии, сколько там прошло лет, не помню уже. Мне уже надо, 14-й год был, январь 14-й. Ой, господи, уже 7-8 лет. Ну, что-то такое, да. Вы как-то воспринимаете? Наказанием, авантюрой, суетой лишней или новым интересным опытом? Это были три прекрасных года. Это были три прекрасных года. Хотя, в принципе, когда мне это сказали, я даже помню, был рождественский фестиваль, пришел Василий Иванович Кузин и говорит, мы открыли, Райкин был. Он мне говорит, мне так надо с вами поговорить. А я поняла, что просто так как-то что-то не бывает разговоров. И мы посмотрели спектакль, я провела фуршет, прием, ушли все. И он все, вот что-то он все ходит, ходит. Я говорю, что случилось? И он мне говорит, значит, построили здание концертного зала. А мы были на открытии его, я помню, 11 сентября 2013 года. Наверное, какой-то ассоциативный ряд 11 сентября все-таки как-то с Америкой связан. И действительно, ну, я не обращала внимания, но я понимала, что что-то оно стоит и стоит, как-то здание построили, а что-то ничего не прибавляется в городе. И он говорит, что Василий Алексеевич Юрченко, губернатор в тот момент, возмущается тем, что построенное здание на тысячу мест столько вложили, в Италии специально построили завод для витражей, вот этих синих, которые стоят, а ничего не происходит. Как ни еду, все темно. Я говорю, не, Василий Иванович, это не моя история, я вообще. И вообще, мне некогда, я провожу фестиваль. Он говорит, ну, вы как-то мысли не отпускайте, потому что больше некому предложить. А, была дословная фраза, с ними никто больше не справится. Я говорю, не, 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 все, я забыла. Я говорю, подождите, мне надо фестиваль, ответственно. Закончился фестиваль, Василий Иванович, на финальном мероприятии, и говорит, ну что, вернемся. Я говорю, господи, да я вообще уже забыла, у меня тут другие дела. Не, не, не. Ну, как-то что-то, в общем, мы разговаривали, и они-то прямо хотели вот перед Новым годом, срочно. Я говорю, нет. Потом мы встречались с Василием Алексеевичем. Ну, у него были какие-то аргументы, против которых у меня не было... Я не могла ничего возразить, потому что действительно здание стояло. Действительно там не было никаких мероприятий. Действительно его построили для того, чтобы жители города имели возможность в комфортных условиях удовлетворять, ну, высокопарным языком говоря, удовлетворять свои культурные потребности. Для чего это строили? Для разножанровости. В самом коллективе была несколько иная история. Они считали, что его построили для симфонического оркестра. Ну, и, в общем, как-то вот было убедительно все. И прямо вот сегодня я говорю, нет. В общем, я выторговала до 11 или 12 января. Я все время говорила, коллектив должен в спокойной обстановке уйти на новогодние каникулы. Потом я говорила, что они должны в спокойной обстановке быть. А оказалось, что именно в этот момент с 25 декабря по 8 января вообще не было ни одного мероприятия в зале. Тысяча мест, новый зал. Ну, самый стенокос. Что еще как-нибудь там работать? Вообще ничего не было. И коллектив не работал. И в концертном, в камерном зале не работал. Все счастливы. Конечно, всем прекрасно. Что же не... Конечно. Да, да. Куда лучше-то. У всех... У меня приглашение в Голливуд, но я не могу, потому что у меня елки. А тут все прекрасно. Все, значит, там по 4-6 мероприятий. А тут ни там, ни там света нигде нет. Ну, и, в общем, как-то так. Потом я выторговала день для того, чтобы Александр Геннадьевич Назимко, возможно, захочет попрощаться с коллективом. Но уже выторговывала, выторговывала. Уже нечего было. Потом я начала говорить, что что-то вот это, вот это. Надо деньги на акустику, надо на что. А супруг ничего не знал. Когда я там, пока я вот эти все дела-то делала, общалась. Надо деньги на акустику, надо на то, надо на другое. Ну, там было очень много работы, чисто административной. Ну, в общем, как-то все срослось, сошлось. Ну, и, конечно, 800 человек сотрудников. Например... Крупнейшая концертная организация России. Вторая после Московской филармонии. 800 человек. Значит, к 796 я отношусь с огромным уважением, профессионально и человечески по сей день. Ну, 4 человека – это та погрешность, которую можно не считать. Это просто, ну, как-то вот... Совершенно мое неприятие чисто человеческих, чисто человеческих качеств личности. И мы начали работать, и те, кто хотел, те работали. Они меняли репертуар, они создавали новые программы. Я поставила задачу дать дорогу молодежи. Мы начали делать творческие программы с участием молодых исполнителей. И как-то все получалось. Но потом случилось то, что случилось. Василий Алексеевич перестал работать. Василий Алексеевич Юрченко. И, в общем, как-то так все случилось, сложилось. Но, как всегда, знаете, как это говорят, когда муж изменяет, жена узнает последний. И я все узнала последнее. В тот день и час, когда меня пригласили, я лежала в больнице, приехала провести совещание с сотрудниками, и меня пригласил Решетников, сказала, все, идите, до свидания. Конечно, я была обалдевшая, я до сих пор не понимаю, как можно так вообще решать дела. Конечно, решение принималось не Решетникову. Совсем даже. Я знаю, в чьих интересах оно принималось. Оно принималось в интересах Болтенка, Надежды Николаевны. На тот момент всемогущей женщины, которая сказала, чего это я своего помощника-то не поставлю, что нам какая-то Людмилевна. Ну, ладно. Ну, вот так все случилось. Я очень благодарна супругу, которая сказала единственную фразу. Как это возможно? И больше мы вообще не говорили об этом никогда. И это очень хорошо помогло мне пройти вот этот период. Это к вопросу о том, о том, что мы можем делать вне той организации, вне того мира, в котором мы работаем. Вот сфера культуры – это такая сфера, когда ты чем-то занимаешься, ты да, все. Но потом, когда ты выходишь из этой сферы, ты понимаешь, что у тебя нет… Ты не можешь в этом городе больше ничем заниматься, чем чему ты посвятил всю свою жизнь. Ну, ты просто не можешь, потому что это невозможно. Так было с супругом, и так было со мной. Я нисколько не жалею об этом времени, потому что это было время созидания, и это было время стартапа для изменения мировоззрения работников филармонии. Они все равно за эти три года изменили мировоззрение. Они все равно поменяли свое отношение к тому, как должно что-то быть. Да, нас остановили в самый период нашего подъема. Да, как бы мне там испортили некоторый период жизни моей личной. Но я все равно считаю, что то, что за три года сделано, сделано было очень много. И я нисколько об этом не жалею. Вообще нисколько. Мне было чрезвычайно интересно работать, но есть один такой маленький нюанс. Я понимала, что те задачи, которые я ставила, художественные руководители творческих коллективов больше реализовывать не могли. Я опережала их возможности творческие. И я понимаю, что рано или поздно наступил бы вот тот дисбаланс, когда одни ставят задачи, а вторые не могут им соответствовать. Да, это было в тот момент в ближайшей перспективе. И я отдавала себе в этом отчет, что я тоже должна как-то может быть, немножко тормознуть, может быть, немножко как-то что-то еще сделать, не знаю. Но мне не хотелось это делать, потому что потенциал огромный. Интерес к залу был огромным. И я до сих пор остаюсь в убеждении, что в нынешних условиях строительства государственного концертного зала не было задачи сделать его исключительно залом классической музыки. Мы сколько угодно можем говорить, что зал построен в память Барнольда Михайловича Кацца. И я это разделяю, безусловно. И прекрасно, что это зал, дано его имя, все. Но у нас слишком большой мегаполис. У нас слишком высоко культурная составляющая жителей, горожан, которая сложилась вообще-то не в последние 3-5 лет. Она сложилась в сложный исторический период Великой Отечественной войны, когда сюда эвакуировались лучшие художественные, творческие силы Москвы, Петербурга, ну, наверное, еще каких-то других городов. Да война, да беда, да страшно, да тяжело, да трудно, да невыносимо. Но не более невыносимо, чем тем, кто остался в блокаду и в кольце московском. И когда все закончилось, это же длилось года 4, наверное, ну, примерно плюс-минус, да? А жизнь же берет свое. Многие создали семьи, совсем даже не друг с другом приехавшими, а с теми, кто жил здесь. Многим просто что-то здесь устраивало, многие получили какие-то более лучшие, профессиональные, выгодные. Ну, то есть осталась та категория высокоинтеллектуального слоя, которая потом и создала базис для следующей вот этой культурной составляющей, для культурной надстройки, базис надстройка, да, того, что мы сегодня имеем. И с течением времени разносторонность интересов жителей Новосибирска настолько веерно увеличилась, что я и до сих пор, я глубоко увеждена, никто на нашей с вами жизни больше не построит ни одного концертного зала. Это тут даже можно не мечтать. Но если его построили, значит, его эксплуатировать нужно было в интересах всех жителей города, а не только тех, кто имеет первый абонемент симфонического оркестра. Это тоже стоило больших колоссальных трудов переубедить в этом. А что стоило побудить давать не только абонементные концерты, но еще и концерты открытые, концерты вне... Я даже не знаю, как их назвать. Обычные, текущие концерты. Просто концерт. Просто концерт. Просто концерт. Что, кстати, сейчас все с успехом делают коллективы. Ну вот, что-то долго я об этом говорю, но у меня нет никакого сожаления. Должна сказать, что... Ну, я не буду называть фамилию, но человек, от которого зависело конечное решение того вопроса, о котором вы говорите. Он извинился передо мной. Но он извинился, когда я вернулась в театр Глобус. Когда все стало хорошо. Я считаю это низшей формой морального качества человека. Когда тебе не очень хорошо, его нет. И он знает, что это его история. А когда у тебя все выровнялось в жизни, он вдруг решил изменить. Ну, вот лучше бы молчать. У вас был период занятия, ну, все-таки назовем это бизнесом, да? Ну, да. Насколько он там прибыльный, масштабный, это второй вопрос. Но это бизнес. Театральный, музыкальный бизнес, концертная организация, в которой вы не просто лидер, но еще и один из главных выгодоприобретателей. И после того, как вы, получив новые совершенно возможности, идеи, технологии, вернулись в театр Глобус, мне кажется, там с еще большей, что ли, страстью начали развиваться разные площадки. Глобус не просто очень большое здание, но и такой конгломерат совершенно разных направленностей, от совсем маленьких площадок до совсем большой главной сцены. Там есть и экспериментальные площадки, есть и кабинетные совсем истории, и спецпомещения. Там, в общем, на всех уровнях, а если вы представляете, это гигантское здание, если вы когда-нибудь бывали на экскурсии по Глобусу, вы понимаете, что там легко потеряться и целый день провести, блуждая... 14 этажей. 14 этажей. Вот под сцены можно очень долго бродить на вею, собираться. Вы действительно получили новые технологии вот в этом свободном бизнес-пути. Не таком долгом, может быть, но довольно интенсивно. Да, я стала владеть новыми технологиями еще и благодаря тому, что я с 17-го года занимаюсь педагогической деятельностью. Я преподаю в Институте культуры педуниверситета. У меня там 4 дисциплины, но они все прикладные. Основы продюсерского мастерства, продюсирования мероприятий, технология менеджмента, технология деятельности, сферы культуры. И я волей-неволей подкрепила теории те свои профессиональные знания, которыми я владела. И, ну, я вообще как бы человек, который... Нет, у меня неправильно я говорю. Оно как-то само приходит. Я так долго в этой профессии, что мне вот как-то что-то само приходит. Я поеду туда, я что-то увижу там. Я поеду туда, я что-то увижу там. Я это как-то внутри переварю, и появляется что-то такое свое-другое у нас уже в Новосибирске, дома, в нашем театре. Поэтому, ну да, мне кажется, что я владею современными технологиями театрального процесса. И практическими, и теоретическими. Но это вот тоже такой конгломерат, который... Конечно, у меня сейчас и времени-то нет для того, чтобы посвятить себя в той мере преподавательской деятельности, ну вот, которая была несколько лет назад. Но и бросить не могу. Потому что я понимаю, что те толковые студенты, которые хотят научиться, они учатся, я им что-то даю, а потом они... Ну вот у нас работает... Их приручили. Да, да, да. У нас несколько человек работает. Одна из них занимается грантами. Мы стали... Я их учила, я им рассказывала. Мы стали активно получать гранты. Она сейчас находится вот в данный момент в Махачкале на Всероссийском театральном форуме выездном. Она там спикер, ей дали слово, она читает лекцию. То есть это и моя гордость тоже, да. А я ее где-то там вот на первом курсе увидела. Мы шли-шли-шли. Пришли, она закончила. Год проработала в другом месте. Я о ней вспомнила, вернувшись в театр, пригласила. И вот сейчас она занимается грантами. В Ведрине внедрили пушкинскую карту. Я вспомнила девочке. Я им говорю, работайте капельгинерами. Это вам пригодится не только в финансовом плане. Особо правильно воспринимающие себя в будущей профессии. Сюда так и приходят. И одна из них, я на нее смотрю, она какая-то такая толковая. Появилась пушкинская карта, я говорю, давай попробуем. Попробовали. Будешь куратом? Нет, она менеджер по пушкинской карте в театре. Сейчас приехала замминистра культуры Ольга Сергеевна Ярилова, проводила совещание по пушкинской карте. Ну, новат-новатом. Но театр «Глобус» по пушкинской карте практически первое место в Сибири занимает. Ну, вот так курочка по зернушку. Хочется напомнить, что остаются считанные, ну, еще пока не дни, но еще всего... Ну, уже часы, Антон. Часы, да. Заехал Московский художественный театр, завезли сено. Я поехала к вам. Монтируют конструкцию по дождю в воде сверху. Поэтому все уже, прямо уже вот все идет. Разброс невероятный. И тут можно еще раз напомнить про пушкинскую карту. Тем более, что вот пять тысяч, которые... Да, Юра, де-факто... Сейчас три на следующий год. А, три, три, да, тысячи, которые на этой карте есть, они скоро сгорят. И если их срочно не израсходовать силами наших с вами детей, то, значит, мы вернем их просто в интересы в государственную казну. Мы не сможем никак их прокрутить. А это как раз кровь экономики. Хотите, я вам расскажу? Вот проблема. 31 декабря спишут все деньги. А я понимаю, что максимум там 50-60 километров вокруг Новосибирска, а дальше уже нет возможности вообще реализовать ее. У меня есть хороший знакомый, заслуженный артист России Даниил Спиваковский. Мы с ним давно знакомы. Он был много раз на Рождественском фестивале, приезжал с спектаклями. Что-то мы с ним встретились в Москве. Он говорит, знаете, у меня есть такие классические произведения. Вот я сейчас готовлю. А у него была метель Пушкина. Здесь он прекрасно, вот просто роскошно. Я до сих пор нахожусь под впечатлением. И, в общем, как-то слово за слово мы с ним договорились. Мы начали районы прорабатывать. Ну, маршрут, конечно, убойный выработался. Татарск, Барабинск, Куйбышев в один день. У него тоже не так много времени. Значит, чем закончилось? 42 тысячи населения в Татарске, 1500 держателей карт. Это запредельное количество. Барабинск, Куйбышев, гораздо, что-то за 50, не знаю сколько. Точное население, 153 держателя. Ну, то есть в 10 раз меньше. В итоге, значит, в Татарске мы поставили два спектакля. Это субъективный человеческий фактор. Очень хочет начальник отдела культуры, очень хочет вице-мэр. И у них есть горизонтальные связи между муниципальными поселениями, которые 10, 15, 20 километров от Татарска. Но это вообще недосягаемо. Они умудрились там, вот в этих школах, где 10-15 человек, зарегистрировать пушкинскую карту, подтвердить ее через МФЦ, через почтобанки. Детям пришли эти 3 тысячи. И они дошли до этих детей. Дети электронные билеты купили. И они их везут на школьных автобусах в Татарск. У меня даже мурашки по коже, я сейчас рассказываю. Я когда это Яриловой рассказывала, она говорила, это невозможно. Я говорю, да нет, это на самом деле есть. Так вот, субъективный фактор. Татарск продал два спектакля, два зала. Куйбышев не мог процентов на 30, на 40 осилить один. Что мы только и ездили туда, и к колледжам, и с ректором сельхозинститута я разговаривала. Там у них филиал. И вот, ну что только. Стоит и все, и вообще никуда. Ну, потом уже какими-то невероятными способами глава собрал совещание, сказал, да мы что, хуже других, что ли, в Татарске там два. А вы вообще 150 билетов не можете продать. Немедленно. Продали. Так дело закончилось тем, что мы дважды открывали дополнительно билеты. Ну, 50 процентов, благо есть такая возможность. Ну, вот скажите, это хорошо или плохо, когда мы сформировали... Они еще не видели этот спектакль. Но побудив их вот к этим действиям, к загрузке пушкинской карты, к ее активации, ко всему, мы побудили у них интерес хотя бы просто сходить в Дом культуры. Просто сходить. Я уже не говорю, что это уважаемый человек. Он много же очень, Даниил, снимается. Он бесконечно в сериалах. Да, он роскошный театральный актер, но он в бесконечных сериалах. И вот мы сейчас с ним... Он звонит мне как-то и говорит, ну, все там нормально. Что там, покупают или нет? Я говорю, слушай, да мы уже все продали, уже еще дополнительно открыли. Я говорю, ну, у меня к тебе тут одно дело серьезное. Я говорю, знаешь, в Татарске у них есть три камеры телевидения, два или три радио, в общем, что-то еще у них. Я говорю, ты должен уделить в час между спектаклями 30 минут им. И даже мы не будем это обсуждать. Он говорит, слушайте, я уже мечтаю побывать. Я не знаю, где этот город, но я мечтаю побывать. Что это такое? Ну, то есть вот этот человеческий фактор, который субъективный, который... Тут, значит, кто-то что-то узнал, и мне звонит глава одного из районов, мы с ним просто хорошо знакомы. Нет, ну, я не понял. Где-то в Татарске, где-то что-то. Мы тут гораздо ближе, 100 километров, 120. Вы не можете к нам привезти. Нам что делать? Потому что все понимают. Деньги уйдут, а ничего хорошего нет. Вот недавно совсем Путин и Мишустин разговаривали, когда по кино-то речь зашла, и сказали, что 3,4 миллиарда положено на карты, а использован только 1 миллиард. Это значит, что вот все те, кто вот, как я их называю, муниципальные поселения, и все те, кто за пределом Новосибирска, вообще в масштабах всей России, у них нет реальной возможности, некуда пойти, вообще некуда. Поэтому вот такая возникает история. Но сегодня я разговаривала, на кино пока тоже не распространили. Поэтому у нас еще есть некие шансы. Внутри программ Международного рождественского фестиваля искусств тоже есть распределение по площадкам. И вот мне хотелось бы узнать, удалось ли преодолеть эти предрассудки, скорее всего, так их назовем. Понятно, что главная театральная сцена этого фестиваля – это театр «Глобус», и там, конечно, никаких билетов давно уже нет. Но есть и другие площадки, от совсем молодежной подземки и до гигантского, ну, может быть, из-за нескольких ротаций названия, из-за там сменного фасада, не так привычное, что ли, горожанам место, я имею в виду, центра Евразия, там немножко, как я понимаю, сложнее. Что необходимо предпринять, чтобы убедить потенциальных покупателей, что это один и тот же продукт? Необходимо пройти вот этот путь. Кто-то должен взять на себя этот трудный путь, не достижение цели с первого раза. Хотя сейчас мы уже очень много сделали, и билеты покупаются лучше. И только пройдя вот этот путь, не достигнув цели с первого раза, не сразу продав все билеты, но давая возможность сохранить там название и создать вот эту имиджевую составляющую, что там тоже что-то может быть. Да, в Евразию билеты продаются. Ну, как? Мало народу было. Я ходила на сайте, в акцию, да? Это, Московский театр. Да, не знаю. Прямо 30% было. Ну вот мы не можем... Сейчас стало лучше. Что может быть лучше? Ну, что еще? Амадей, Марк Розовский, Московский театр у Никитских ворот, классика, красивая, историческая, костюмная. Очень тяжелая. Да, мы продали, мы продали там, у нас же 50% загрузки, от 50% мы продали 60%. Вот для меня, как для менеджера, это очень неинтересный результат. Парфюмер. Андрей Носков. Прекрасный актер. Роскошное название. Единственный коллектив получил права от Зюзкинда на постановку спектакля в России. Я знаю, что это такое, я единственная в России получала права на висайскую историю. Я знаю, что такое эти переговоры. Они единственные получили права. Нигде больше в России не идет Зюзкинд, парфюмер. Мы знаем там, сколько лет назад, снятый фильм. Все, и читаем вот этот покет-буки, зачитанный парфюмер. Носков сверх популярен среди молодежи в ситкомах телевизионных. Только что, вчера или позавчера я видела он в каком-то, я не помню, в каком-то роскошном фильме сыграл огромную интересную роль. Я уверена, что если бы эти спектакли были в театре «Глобус» или в театре «Старый дом», мы бы их продали уже давным-давно. Был бы дикий ажиотаж. Есть некий субъективный предвзятый фактор. Вроде и метро рядом. Вроде еще. Маяковский. Вот тоже вызов. Вот мне это надо было. Вызов самой себе. Я Анне Терешковой говорю, я говорю, слушай, ну это же не наш путь не видеть проблемы. Да. Ну да, идут туда на стендап, но мы же должны как-то что-то... Центр города, тысячный зал, новые кресла. Мы туда поставляем очень хорошую аппаратуру. Страшно заинтересована дирекция городских программ в том, чтобы эту площадку активировать. Но мы, я считаю, что для вот этого, конечно, если бы это было в музыкальном театре, там уже бы не 70, а 90 процентов продали. Но я считаю, что продав сегодня 35-37 процентов от заполняемости зала, мы продали Маяковский. Говорят, что никогда столько билетов не продавали ни на вот стендап, на который идет молодежь. Мы тоже что-то преодолели, мы тоже что-то поменяли. и ну вот моя-то задача, конечно, все это сохранить и ну как-то вот самим себе сказать, что да, это возможно, надо просто найти форму, которая интересна зрителям именно на этой площадке. И закреплять. И закреплять. И закреплять делом, закреплять спектаклями, закреплять концертами, закреплять проектами, закреплять какими-то интересными делами, да. А подкреплять Черникова. Я напоминаю, что с 4 по 18 декабря в Новосибирске пройдет этот огромный рождественский фестиваль. Если у нас еще нет билетов, конечно, нужно поторопиться, пока они еще в Евразии, в киноцентре Маяковского. Ну они на самом деле и у нас еще есть. Мы сегодня открыли 70% заполняемости зала, я подписала приказ. То есть мы сегодня увеличили. Растут квоты. Это значит, растут и наши шансы на попадание. Это значит, мы все больше вакцинируемся. Замечательные имена. Но я тогда еще один вопрос задам по поводу рождественского фестиваля. Я понимаю, что человек, который руководит этим процессом в течение многих лет и сам отсматривает спектакли, в общем, убедить, удивить этого человека довольно сложно. И все же, как театральный менеджер, как руководитель театра, как избалованный зритель, вы куда-нибудь сами пойдете, вы куда хотите сходить? А я это все уже видела. Я понимаю, но второй раз, третий раз. На Чернякова пойду. На музыкальную программу обязательно пойду, пойду на Патриарший хор, пойду на, не знаю, получится на Бреговича или нет, но пойду. Хотела сходить на Будапешт, вот приезжает оперета шестого, не получается, потому что в это же время у Чернякова мероприятие, да. Пойду на на заключительный симфонический концерт, пойду на Парфюмера обязательно и пойду на проект Рождественского фестиваля, который еще никто не видел и никто не знает, только что я рассталась сейчас с Ларисой Габитовой, Волшебная страна Ингрия. Это такая авантюра моя, которая в общем как-то опять на идеологию, на нравственность, на воспитание, на подрастающее поколение, на продвижение народного творчества, вот это вот все, все, все. Я пригласила из Петербурга Ларису Габитову, дирижер, драматург, режиссер, актриса, которая работает с сибирским русским народным хором и делает проект танцевально, вокально, визуально, вот всевозможно креативный, волшебная страна Ингрия. Для нас это вообще ничего не говорит и для меня не говорила. Потом, когда я вникла и стала этим интересоваться, Ингрия, территория северо-запада страны, Петр Первый, Ленинградская область, Нижний Новгород, все, вот эти все традиции, новый совершенно язык, мы его не знаем, они там используют диалект какой-то свой, но Лариса человек такого темперамента, такой профессиональной, в хорошем смысле слова, хватки, что мы уже три месяца работаем все на реализацию ее мечты творческой, которая будет длиться за 1 час 10 минут, два раза, 9 и 10 декабря, что тоже мы уже впадаем в такой вызов сами себе, что в конце концов мы должны это сделать. Начиналось все с подбора, сейчас шьются новые костюмы, новые головные уборы, там тысяча восемь экземпляров реквизита, там что-то еще, и в общем все мы сейчас в таком в каком-то диком кураже находимся от того, что уже когда мы сами все это увидим, мечта стала общей, да, мечта стала общей, никто ничего не говорил, если бы я этот проект не придумала и не сделала, ну и нет, и нет его, но он есть и занимает очень большое количество времени, но мне кажется, что именно когда ты делаешь такие вызовы себе, интереснее жить. Татьяна Николаевна Людмиловна, человек, который умеет не только вызовы бросать, но и держать удар. Татьяна Николаевна,